Дисциплина, знания правил этикета, хорошие интеллектуальные и физическая подготовка – отличительные черты каждого суворовца. Попасть в кадетку действительно престижно, но одного желания носить погоны мало. Нужно иметь безупречное здоровье, похвально учиться и быть готовым к серьезным испытаниям. У нас достаточно всегда высокий конкурс для поступления, для того, чтобы стать суворовцем, одеть эти алые погоны и получать то прекрасное, качественное образование. Мы уже с прошлого года увеличили набор, комплекс проводимых наших мероприятий, выездные мероприятия по различным районам, городам Беларуси. Рекламная кампания, которая проводит, она дает результат. Суворовская – это такая маленькая армия для подростков, чтобы они привыкали к простой жизни. Но этот год будем более усиленно готовиться, потому что у нас учрятый класс, а у ребенка большое желание поступить. Тогда родители, я считаю, не будут переживать за судьбу дальнейшую своего ребенка. То есть, если он военный, он уже мужчина такой, состоявшийся, ну и можно его спокойно отпускать во взрослую жизнь. Большинство ребят после Суворовского меняют погоны на курсантские. Кто-то поступает на военный факультет гражданских университетов, а кто-то выбирает главный армейский вуз. В этом году военная академия принимает абитуриентов на 11 факультетов. В 2023 году военная академия планирует набрать около 650 человек. Мы давно уже набираем девушек, но вот начиная с прошлого года мы несколько этот набор увеличили. В прошлом году 89 человек. В этом году также планируется поступление девушек практически на все специальности. Они себя показывают только с лучшей стороны, как в учебе, как в воинской дисциплине, так же и в освоении повседневной деятельности. Сегодня в гостях у курсантов более 2,5 тысяч молодых людей. Для гостей подготовили насыщенную программу. Выставка бронетехники, стрелкового оружия. На плацу показательные выступления. Александр Климович уже сейчас не прочь стать защитником Отечества, но пока слишком молод. Парень вместе с мамой рассмотрел всю военную технику. Посидел в кабине вертолета, увидел боевые квадрокоптеры. Особый интерес вызвали зенитные ракетные комплексы. У меня муж закончил факультет противовоздушной обороны, и поэтому сыну, естественно, интересно, так как он много был наслышан, и это все увидит вживую. Много вопросов, потому что все-таки папа – это пример в любом случае, потому что знаю, что папа здесь служил. Здесь у него крестный, да, вот работает военная академия. Мне нужно с раннего возраста рассказывать детям, прививать любовь к своей стране и рассказывать, чем живут наши военнослужащие. Выбор профессии – дело непростое и ответственное. У будущих абитуриентов еще есть время для подготовки к поступлению, но уже сейчас нужно действовать смело и решительно, как и положено военным. Александр Микульчик, Станислав Кушнер, Михаил Стасюк или компания Воен-ТВ специально для программы «Наше утро».